Кожаные обуви С патриархальных времен и до наших дней кожа считается одним из лучших материалов для изготовления обуви. Кожаные стельки внутри обуви это не только некий необходимый аксессуар для любой более-менее статусной обуви, но и залог удобства и комфорта наших ног. Почему? Ведь стельки из кожи, они ведь обладают не только прекрасными влагопитывающими свойствами, потому что кожа, наверное, один из лучших материалов для, скажем так, проделывания это естественным способом, но и не сами великолепно стабилизируют температурный режим внутри обуви. Даже в обуви из искусственных материалов кожаная стелька это просто залог удобства при самой интенсивной ходьбе. И хотя выбор стелек в магазинах достаточно велик, но какие же из них имеют самые лучшие отзывы? На мой взгляд, лучшими являются стельки, изготавляемые из натуральной, именно из натуральной, не вытянутой кожи, а толщиной где-то, ну, наверное, 1-1,5 мм. То есть где-то вот тут, вы видите, вот стельки Бергаловские толщиной приблизительно где-то 0,7-0,8 мм, но кожа достаточно однородная. Именно такая толщина, она позволяет обеспечить столь оптимально необходимую нам влагоотпитываемость и износостойкость. Вид кожи животного тоже, в принципе, имеет свое значение. То есть, например, овечья кожа обладает оптимальной мягкостью, кожа КРС оптимальной влагоотпитываемостью, а свиная кожа, она как бы обладает наибольшей прочностью. Желательно, чтобы стелька была, может быть, прошита по краям, это позволит несколько продлить сроку эксплуатации, но если не прошита, то не все дело важно. Красители для кожи должны быть либо очень стойкими, либо не использоваться вообще. Это позволит избежать окрашивания носков при интенсивной носке. Ну, в данном случае, как вы видите, стельки, они практически не окрашены, то есть используется натуральная кожа, натуральное удубление. Отдельно стоит поговорить, наверное, о материале подложки стелька. Активированный уголь. Самый популярный, востребованный материал для внутренней части стельки. Ну, вот, вы видите, вот тут вот. Он не только обладает прекрасной абсорбирующей способностью впитывать в себя все неприятные запахи, но также усиливает благопитывающую способность стельки впитывать в себя пот и создавать какой-то оптимальный климатический режим внутри обуви. Кожаные стельки на основе активированного угля рекомендуется, наверное, покупать в классическую обувь людям, ну, скажем так, с повышенным потоотделением. А также в обувь из ненатуральных материалов. Это, наверное, позволит каким-то образом устранить неприятные запахи. Следующая основа, это пробковая, значит, ну, это вообще не увядающая классика. Наверное, любимый материал всех обувщиков, используемых только в самой дорогой и дизайнерской обуви. Пробковая основа, она в сочетании с овечьей кожей лучший способ сделать подложку мягкой, амортизирующей, смягчить ударную нагрузку при ходьбе. Натуральная пробка, она ведь не только впитывает в себя излишки влаги, но и как бы сохраняет мягкость и элотичность после просушки. Очень маловажный фактор. Стельки из кожи с пробковой основе рекомендуется покупать для классической обуви при длительной ношении или ходьбе. Это позволит нормализовать температурный режим, влажность, да и снимет эффект, так сказать, ожжения ног. И, наконец, новомодный материал – это кокосовое волокно, то есть стельки кожи плюс кокосовое волокно. Это не только высокоэффективная, скажем так, впитываемость воды, но и массажный эффект при длительной ходьбе. Рекомендуется данная стельки при покупке на начальных стадиях, скажем, плоскостопия, то есть или варикоза. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, мои сегодняшние советы были вам полезны и интересны. Если у вас остались вопросы, можете писать нам в клуб любителей чистой обуви. С уважением, как всем, Алексей Мазарев. Всем вам хорошего.